Всем привет, я Анна Оськина и добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас распаковочка посылочки с низкотемпературной эмалью. Вы спросите, у меня же уже много цветов, зачем мне еще? А я заказала новые цвета с различными эффектами. Это полупрозрачная эмаль и эмаль с эффектом металлика. Серебряная и золотая. Очень ее ждала, очень хочется попробовать эти новые эффекты. Мне кажется, что это классно. Итак, сейчас я буду шуршать и распаковывать посылочку. Эмаль я заказывала в магазине Френни, ссылочку на него оставлю в описании, прямо под этим видео. Отправили мне ее транспортной компанией, филиал которого находится в нашем городе. Дошла посылочка достаточно быстро, мне кажется, даже меньше, чем за неделю. Итак, достаю долгожданные баночки. Низкотемпературная эмаль. Это такой порошок, который упакован в маленькие баночки по 12 грамм. Я заказала 7 новых цветов, которые сейчас упакованы в пленку. И я аккуратненько все разворачиваю. Вот такие вот баночки, я уже вижу по номерам, что нумерация полупрозрачных цветов начинается с единички. То есть это 101, 107, 106. А металлики начинаются с двоечки, это 201 и 202. И конечно же нужно провести тест, как же эти цвета выглядят после выпекания. Как они меняются и какие эффекты проявляются. Для этого я взяла листочек бумаги, на котором написала номера эмалий, которые и буду тестить. Как я уже заметила, и это оказалось правдой, что нумерация полупрозрачных эмалий начинается с единички. Это цвета с номерами 100 и дальше какая-то цифра. А металлики начинаются с двоечки, это 201 и 202. Очень удобно набирать эмаль из баночки инструментом лопаточка FIMO Professional. Он как раз подходит по размеру, такой небольшой, на мой взгляд достаточно удобно. Также конечно же можно подцеплять эмали с баночки любыми другими аналогичными инструментами. Обратная сторона столовых приборов, какие-то одноразовые ложечки, палочки, палочки для мороженого. Возможно даже какие-то самодельные вырезанные картонные палочки. Я думаю, что вы найдете в своем арсенале какие-нибудь палочки, которыми можно подцепить эмаль. И прямо по номерам я насыпаю эмаль на листочек бумаги. Чтобы потом этот листочек бумаги запечь и посмотреть как изменятся цвета. Чтобы не испачкать эмаль в следующей баночке, я обязательно пользуюсь сухой салфеткой. И протираю инструмент прежде чем залезть им в следующий цвет. Под основной насыпкой цветов я делаю небольшую смесь из двух цветов. И дальше уже по цветам, чтобы посмотреть как эти цвета можно смешать между собой. Конечно же это не даст полной картины смешивания цветов. Но тем не менее уже даст какое-то небольшое представление, могут ли эти цвета смешиваться. Я думаю, что могут. И теперь аккуратненько насыпаю полосочки цветов. И смешиваю их с другими цветами, чтобы уже посмотреть, что же получится в результате. После того как насыпала все цвета, аккуратненько переношу их на противень. И выпекаю. Температура выпекания эмали от 100 до 125 градусов. Обычно я выпекаю на 120. И продолжительность запекания 15-20 минут. Ну тоже я запекаю где-то 20 минут. В принципе здесь просто эмаль на листочке бумаги достаточно выпекать и 15 минут. И после выпекания смотрим результат. Как вы видите цвета изменились. Они получились похожими на какие-то такие полупрозрачные витражные краски. Здесь эмали я насыпала очень много. Если бы я сделала насыпку тонким слоем, то конечно же больше бы проявилась прозрачность. Но в принципе видно, что она получилась такая стекловидная. Возможно нужно было бы насыпать на какую-нибудь бумагу с каким-нибудь рисунком, чтобы посмотреть насколько она прозрачная. Можно провести потом и такой эксперимент, либо использовать это в каких-то своих дальнейших работах. Больше всего меня поразил, если честно серебряный цвет. Посмотрите, это как будто бы жидкое серебро. Как будто бы сам металл налили на листок бумаги. Он похож даже не то, чтобы на серебряную краску. А он действительно выглядит как расплавленный металл. Даже у золотого цвета нет такого эффекта. В золотом цвете видны небольшие крупинки, частички блесток. А вот в серебряном там действительно прямо вот эффект налитого металла. Конечно же камера не передаст весь эффект, как он выглядит на самом деле. Но я думаю, что вы можете видеть, что этот эффект отличается от всех других цветов. И также эмаль красиво смешивается между собой. Получаются интересные переливы, интересные переходы цветов. Я думаю, что если как-то поработать над сочетанием этих цветов, как-то скомбинировать, то можно получить очень интересные результаты. В общем я осталась довольна этими новыми цветами. Очень хочется попробовать их в работе, хотя бы просто в рамках эксперимента на каких-нибудь небольших бусинах, на каких-нибудь небольших изделиях. И конечно же вас в ближайшем времени ждут какие-то мастер-классы с использованием этих цветов. Я надеюсь, что этот мой обзор оказался для вас полезен и интересен. И теперь вы сможете решить, нужны ли вам такие цвета, если вдруг вы сомневались. Как эти цвета будут выглядеть в работе, вы сможете увидеть и в моих каких-то следующих мастер-классах. Не обещаю, что в следующем, но в одном из будущих мастер-классов обязательно они появятся. Желаю вам всем творческих успехов, вдохновения и прекрасного настроения. И конечно же смотрите мои мастер-классы, в которых вы узнаете много интересного. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. До новой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok